Здравствуйте! Это программа «Наше время». Меня зовут Кирилл Политов. В главной библиотеке Алтайского края составили топ-10 самых читаемых книг среди жителей региона по итогам прошлого года. О популярности бумажных носителей в наш цифровой век мы сегодня поговорим с директором Краевой библиотеки имени Шишкова Татьяной Егоровой. Здравствуйте, Татьяна Ивановна! Здравствуйте, Кирилл! Татьяна Ивановна, удивили ли Вас результаты вот этого топ-10? Ну, по большому счету, не удивили, потому что мы сейчас говорим о художественной литературе. И художественная литература — это есть вещи, которые всегда в цене, всегда читаются. Классика жанра. Классика жанра, что называется, да. Удивило, что это, конечно, иностранные писатели, что нет наших отечественных, но они есть. Так, рассказывайте, какие произведения вошли. Я имею в виду верхушка до айсберга. Ну, первые три позиции — это над Кукушкиным гнездом Кизи, Селлинджер над пропастью Вожи, что вообще, в принципе, ожидаемо, и 1984 Оруэлла. Это три позиции верхних. Есть также Брэдбери, Ремарк. Меня очень порадовало, что в этом списке Евгений Водоласкин со своей книгой «Лавр» Федор Михайлович Достоевский не прошел мимо. Очень радует, я думаю, что это потому, что у нас в Алтайском крае такая очень активная была в этом году тема «Достоевский на Алтай». И она продвигается, и тем более, что 16-й год — это год 195-летия Достоевского. Прилепин, Солженицын — вот эти авторы. Тоже классика. Классика. Ожидаемо. Еще, к тому же, я посмотрела рейтинги других библиотек. Допустим, Красноярская библиотека сегодня тоже выставила свой рейтинг. И у нас достаточно серьезная перекличка, то есть 4-5 имен. То есть позиции некоторые совпадают. Совпадают, да. А у них местные авторы пользуются популярностью? Не обратили внимание на это? Они местных авторов тоже не выставляли. Я думаю, что это отдельный рейтинг, так же, как у нас. Поскольку мы предлагаем рейтинг отдела абонемента — это те книги, которые выдаются на дом. Художественная литература, которая написана нашими алтайскими авторами, она у нас сейчас только формируется в фонд для выдачи на дом. Я думаю, что за 16-й год мы обязательно такой рейтинг сформируем, потому что наши авторы... Очень интересно будет взглянуть. Они тоже востребованы, их тоже спрашивают, но вот это просто немножко другая тема. Но вот этот интерес к этим книгам — это скорее, так вот, знаете, «хочу почитать» или все-таки произведения не интересовали школьники, студенты, которые по долгу службы, скажем так, надо было прочитать эти произведения? Ну, надо сказать, что наша библиотека работает с читателем после 14 лет. То есть в библиотеку может прийти уже школьник старшего возраста. Ну и понятно, студенческая аудитория и другая. Я считаю и думаю, мое такое убеждение, что это люди, которые захотели почитать эти книги, услышали, потому что, ну, ведь у каждого на слуху, даже по над пропастью Варжи, да, или там... — 1984. — 1984, да. Это желание почитать, потому что люди, которые приходят поучиться, люди, которые приходят поработать, они обращаются в основном в другие залы нашей библиотеки. Они обращаются в читальные залы и работают в самой библиотеке. То есть интерес к книгам вырос в 2015-м по сравнению с другими годами? Вот если так, статистику опять же позволить. Если сравнивать последние, допустим, пять лет, интерес к книге сохранился. Вот у нас в предыдущие годы... Опять же, на каком уровне? То есть на низком, на среднем, на высоком? Вот тут вот градация. Сравнить с 15-летней давностью, конечно, нет. Когда по тысяче человек приходили в библиотеку, я думаю, что это не очень правильное сравнение, потому что не было интернета, не было книг в книжных магазинах, не было возможности другими библиотеками комплектовать. Эти книги были в единственном экземпляре в крае, в краевой библиотеке. Конечно, выстраивалась очередь по 20-30 человек за одной книгой в день. Но это неправильно, так не должно быть. Сейчас того же, а та же нет. На протяжении последних пяти лет читательский спрос немножечко снижался, но по сравнению с 14-м годом, 15-й год, мы стабильно вышли... Вот 14-й, 15-й год у нас ровно. Так а чем вызвана такая популярность-то библиотека, как вы думаете? Ну, я считаю, что тут, конечно, не последнюю роль сыграли темы года. Это год культуры, 14-й год, год литературы, 15-й год. И очень активная политика государства в отношении продвижения книги и чтения, и авторов, и библиотек в том числе, и вот все, что связано, все инфраструктуры книги. И активизация библиотек, потому что нам же тоже хочется быть полезными нашими читателями. Завлекаете их. И когда спрос рождает предложение, когда есть интерес к книге, мы придумываем, стараемся сделать какие-то новинки, интересные формы работы. Какие-то акции проводите, мероприятия наверняка. Конечно, да. А вот кто сейчас является среднестатистическим читателем? Это молодой человек или более старшего поколения? Ну вот вы знаете, у нас сейчас начинается отчетная кампания. Мы принимаем, поскольку мы методический центр, мы принимаем отчеты с муниципальных библиотек, а их у нас больше тысячи в крае. И к концу января мы будем иметь такие цифры. Могу сказать про нашу краевую библиотеку. У нас в 2015 году 70 тысяч читателей было зарегистрировано в библиотеке. 60... По сравнению с прошлыми годами много-мало? Это по сравнению с 2014 годом, это такая же цифра, как я сказала уже. По сравнению с предыдущими годами, ну я говорю, были цифры и больше. Мы надеемся выйти на стабильность и потом дальше идти вверх. И 63% читателей в возрасте до 30 лет. То есть наш читатель достаточно молодой. То есть сейчас модно читать у молодежи? Возвращается эта мода к чтению? Модно, поскольку нормальный... Нет, модно, да? Просто было, мне кажется, одно такое время, когда все уткнулись в эти компьютеры и книги как-то в сторону отодвинули. Ну давайте не будем все-таки разграничивать компьютер и электронную книгу, электронную информацию, электронную книгу, еще раз повторюсь, от бумажной книги. Как человеку удобно, как молодому человеку удобно читать читалку, ридер, да, или бумажную книгу, или из интернета, да, ему удобнее читать. Это его абсолютное право и желание, и возможность, потому что не будет же он, допустим, смотреть какую-то книгу с мелким шрифтом в автобусе в темное время. Он включит аудиокнигу или тот же смартфон и будет оттуда читать. Я считаю, неправильно разграничивать. Проводите ли вы анализ, что популярно у молодежи, что популярно у среднего возраста, какие книги? Нет, пока не было у нас. Вот, конечно, мы, так скажем, наблюдаем за этим, но конкретных цифр каких-то привести, статистику мы такой не вели. Ну начался 2016 год, какие мероприятия у вас запланированы? Будет ли насыщенным? Безусловно, год планируется насыщенным, но библиотека наша, краевая проводит... Какие акции рассказываете? И менее 400 мероприятий ежегодно проходит. Конечно, тема года, год российского кино. Мы эту тему не обходим стороной. У нас в апреле стартует акция книжно-читательская кампания «Пространство кино». Это большая книжно-иллюстративная выставка будет подготовлена. Это будут мастер-классы режиссеров, которые будут учить наших читателей, наших пользователей каким-то основам изготовления, подготовки фильмов, составления сценариев. Это будут книжные выставки в залах, малые. Это будут совместные мероприятия с нашими учреждениями. Класс, это мероприятие «Библионочь»-то будет, не будет? «Библионочь» обязательно будет, и она тоже будет посвящена году кино. Обычно это последняя неделя, последняя пятница, апреля. Дата пока не установлена. Отмечаем в календаре, как обязательно. Да, это 20-е числа апреля. Ждите. В вашей библиотеке можно прочитать не только наверняка классику, но и новинки. Как часто обновляется фонд библиотеки? Библиотека — это такое учреждение, которое постоянно проводит обновления своего фонда. Мы не получаем литературу раз в год или не получаем ее раз в квартал. Каждый день в библиотеку приходят новинки. Каждый день сотрудники ее обрабатывают. В год это порядка 20 тысяч книг, печатных изданий. Это художественная литература, это отраслевая литература, это техническая литература, то есть ГОСТы, различные санитарные нормы и правила. Это нормативные документы, которые приходят. Вот это все составляет фонд библиотеки. Какая любимая настольная книга у директора главной библиотеки края? У меня нет любимой настольной книги, поскольку я работаю с книгой. Та книга, которую я сегодня читаю, она для меня любимая. Вот буквально сегодня, вчера вечером я закончила Гузель Яхина. Это победитель большой книги. Книга называется «Зулейха открывает глаза». Рекомендую всем почитать. Вот когда мы прочитаем эту книгу, каждый или каждый второй из нас, мы поймем, как хорошо мы сейчас живем. Но не только эту книгу. Спасибо. Любите книги, читайте книги. Это была программа «Наше время». До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok